Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и я только что досмотрел стрим, касающийся Хэллоуина, который запланирован на этот месяц. То есть буквально через пару дней должен начаться ивент. Я ожидал чего-то феерического, не знаю, там кучи подарков, каких-то розыгрышей. Мало того, что в принципе на английском языке пришлось там что-то как-то пытаться переводить, периодически запрыгивать куда-нибудь в переводчик, ну благо в школе английский учил, хоть что-то я оттуда помню. Но правда такие фразы как a table там не было. Хотя, ну остальное тоже плюс-минус понял. Что за стрим было и чего не было? Не было подарков, подарки раздали в виде танков какому-то ряду игроков, как их определили вообще непонятно. Я так понимаю, что это были просто никнеймы, которые были изначально в чате стрима. Но в принципе там повлиять на этот розыгрыш, ну какого-то результата не дало бы. Но, короче говоря, подарки получили неизвестно кто. Ладненько, пока я запрыгиваю в бой, для того, чтобы не скучно было смотреть это видео. Ребят, если буду играть плохо, буду косячить, буду вести себя как последний рак, не обижайтесь. И не злитесь, не бросайтесь фекалиями в комментариях. Я параллельно буду озвучивать ту информацию, которую я смог подчеркнуть для себя по результатам стрима. Итак, с подарками разобрались, никто там абсолютно ничего не получил нормально, получили там, грубо говоря, порядка 20-25 игроков, или сколько их там было, которые были на стриме и там что-то в чате писали. Поэтому, ребят, по поводу розыгрыша, все, тема закрыта, слишком сильно мы губу раскатили и широко карман раскрыли. Итак, давайте по, скажем так, по важности от менее важного к более важному. Под конец стрима засветили новую ветку ПТ-шек. Это ПТ-шечки будут Италии, сборная Европы и машинки, что собой представляют. Это ПТ-шки довольно-таки бронированные, с подвижностью плюс-минус все у них нормально. С 8 по 10 левел данные ПТ-шки уже будут обладать поворачивающимися рубками, но больше похоже на башни, потому что они полностью крыты. ПТ-шки, начиная с 8 уровня, если я правильно понял, будут обладать барабаном с дозарядкой, но потом, как я посмотрел, вроде бы с 7 по 10, а не с 8 левела. Короче говоря, здесь осталось под вопросом. Что касается Десятки, Десятку назвали довольно-таки прикольно, Минотавром. И этот Минотавр имеет у себя на борту барабан с системой дозарядки, который суммарно перезаряжается после выброшенных всех трех снарядов в районе 20 секунд, что в принципе довольно долговато. Очень хорошая бронированная башня у него, то есть от башенки отыгрывать можно будет. И система дозарядки построена таким образом, что вы гораздо больше ДПМа сможете набить за бой, если будете использовать не весь барабан, а отрабатывать только одним снарядом. Потому что первый снаряд, который вы выпускаете дозаряжается, точнее третий, да, будем правильно говорить. Третий снаряд, последний, который вы дозаряжаете, вы, соответственно, дозакидываете за 7 там с копейками секундочек. Следующий дольше, третий отброшенный еще дольше. Таким образом, получается, что выгоднее будет играть исключительно по одному снаряду. Это то, что касается веточки ПТ, которые засветили. Теперь, что касается ивента. Как мы знаем, в ивенте будет 2 танка. Один Мэджей, если я правильно понимаю, как он будет называться. Но и, я бы сказал, венец этого всего события будет Фараон. Что собой представляет Мэджей? Мэджей танчик 5 уровня. У него будет прикольный барабанчик на 4 снаряда. В который будут перезаряжаться каждый после каждого по 2 секундочки. Довольно удобно. При этом, средний альфа 110 единиц. Тоже довольно прикольно. Довольно хорошее у него время сведения. 3,2. Согласитесь, нормально. Разброс немножко подкачивает. И бои это показали. 0,416. Ну, как бы не очень приятно. Что касается его ХП. Я так понимаю, что на обзоре, на стриме, ХПшечка была поддотянута с помощью дополнительного там оборудования и так далее. Потому что у него ХП было прописано 848. Такая неровная цифра получается только в случае процентного добавления ХПшки. Таким образом, я думаю, что в принципе ХП данного танка где-то в районе 800 танцует. Где-то 780 и скорее всего там 810. Ну, вот как-то так. Что касается того, за сколько его продать можно будет. Продать можно будет его за 250 голды. То есть, в принципе, лучше эту машинку оставить себе на память, периодически катать. Что касается полного КД барабана после отброшенных 4 снарядов. 14,6 секунды. Для пятого левела, честно говоря, как по мне, довольно-таки долговатое КД. Но поиграем, посмотрим. И углы склонения у танчика довольно прикольные. Минус 10 и плюс 20. Но вот насколько бронированная башня, я по бою, честно говоря, для себя понять точно не смог. Я записал себе исключительно циферки, которые, ну, то есть, можно, да, там, как-то натянуть на танчик для понимания бронирования. 138 единиц брони во лбу башни и 70 единиц во лбу у корпуса. Но как она распространена, где она находится, как бы вопрос остается открытым. И что еще хотелось бы добавить? Хотелось бы добавить, что у него корма, ну, у башни довольно прикольно бронированная и бока для пятого левела по 92 миллиметра брони. Если я правильно увидел, правильно записал. Теперь, ребят, для того, чтобы получить фараона, опять-таки, если я правильно понял, необходимо будет собирать какой-то там уникальный ключик, с помощью которого открывать контейнер. Вероятность выпадения фараона из контейнера составляет 30%. Уже неплохо. Якобы на стриме он даже несколько раз выпал. Хотя мне, честно говоря, не сильно верится в честность данного стрима. Скорее всего, бой был довольно-таки постановочный, потому что прям зашел этот фараон, нафигачил там всем, кому не лень, носовал полные карманы огурцов. Ну и в итоге один раз даже в бою, который он слил, он забрал сразу 5 фрагов. Не знаю, насколько это правда-неправда, по статистике вроде бы хлопец подкованный, количество боев не такое уж и большое, а процент побед в районе там 73, по-моему, или 75, уже, честно говоря, не помню. Короче говоря, ну, я бы сказал, что было довольно-таки прикольно показано фараона. Довольно симпатичная машинка, это ТТ-шка 7 уровня, премиумный. Я бы сказал, что довольно-таки подвижный. За бой он умудрился нанести 8830 единиц урона, ну, как бы, не знаю, зашкаливающая цифра. Теперь, что касается того, какие характеристики. Значит, по ХП 1600, напомню, это 7 уровень, согласитесь, довольно неплохо. ДПМ 1963 единицы. Три снаряда в магазине, магазин цикличный. Время перезарядки всего магазина составляет 17,9. Ну, будем говорить 18 секунд. Для седьмого левела, согласитесь, ну, довольно-таки много. Что касается перезарядки между снарядами, 2,5, то есть 2,5 секунды между снарядами. Каждый снаряд наносит по 250 альфы. То есть, в принципе, за, грубо говоря, 5 секунд делаете первый шот, и в течение последующих 5 секунд еще 2 шота. Если они удачные, то получается 750 единиц ХП вы забираете у кого-то из противников. Пробитие 194 довольно неплохое для седьмого уровня, но, прямо скажем, не прям потолок. Могло быть там немножко поярче. Но посмотрим, опять-таки, даст бог, поиграем, увидим. Углы склонения минус 7. С такими углами-склонениями танчик показал на обзоре себя довольно прикольно. То есть, он отыгрывал от довольно высокого холма, у него это получалось. Насколько это действительно играбельно будет, и насколько честно танчик показали, ну, посмотрим мы с вами, если сможем его заполучить. Что касается других характеристик по пушке, 3,4 секунды сведения. И 0,371 это показатель разброса на 100 метров. В принципе, пушка показала себя, я бы сказал, довольно точной в бою. Ну, есть там какой-то офигенный обвес, который показали, летающий какой-то то ли демон, то ли кто-то вокруг танчика, но я так и не понял, потому что, ну, как это будет работать, потому что в бою я его не увидел. Просто после того, как кого-то загасили, вылет, ну, сзади там какая-то фигулина, начинает ярче светиться. Вот, в принципе, и все. Что еще для себя подчеркнул? Что за получение знака классности мастер, только, ну, ввиду того, что не сильно понял, о чем речь шла. Если я правильно понял, то, в принципе, на любом танчике. Но, возможно, на самом фараоне необходимо получать знак классности мастер. За этот мастер вы получаете возможность открыть, ну, за классности мастера получаете возможность открыть контейнер. И в этом контейнере будет содержаться один из четырех танков, которые вам выпадет. Это Дракула, Хельсинг, Ликан. Ну, и сам фараон был нарисован, поэтому я и говорю, что, скорее всего, все-таки, ребят, мастера можно получать на любых танках. Главное, чтобы вы его получили. То есть, я так понимаю, что это альтернативный способ получения танчика вне ветки заданий, которые необходимо проходить по самому ивенту. И если я правильно понял на самом стриме, речь шла о том, что для того, чтобы заполучить фараона, необходимо сделать 30 побед. 30 побед сделать, но только с каким результатом, то есть, чего там будет считаться, я не совсем понял, с учетом прем-аккаунта или без. Короче говоря, опять-таки, поглядим, увидим, но пока информация такая. 30 побед для того, чтобы забрать танк фараон. Я так понимаю, получить возможность открытия самого контейнера для получения данного танчика с вероятностью 30%. Но это, опять-таки, как понял я. Короче говоря, ребят, вот это вот вся информация, которая у меня есть на данный момент. Дальше у нас высветят непосредственно сам ивентик. Мы ознакомимся с этим всем на понятных, знакомых нам языках. Ну и, соответственно, больше будем понимать, что необходимо нам сделать для того, чтобы получить великолепного, как нам его показали, фараона. Ну и, соответственно, фаниться на новой машинке в бою. На данный момент, ребят, у меня все. Всем всего хорошего. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Я стараюсь ради вас. И надеюсь на вашу благодарность в виде подписки, лайка под этим видео и поставленного колокольчика, чтобы не пропускать следующие видосы. Всех благ, всего хорошего вам. Мира и спокойствия.